К этому терминалу мужчина подходит с последней пачкой денег на руках. Сняв в банке 1 миллион 200 тысяч рублей, он несколько часов колесил по городу. Советчики были все время на связи. И когда за пенсионером выстраивалась очередь, отправляли его на другой адрес. Там в банкоманте такой, по одной нужно купюры туда вставлять. Наверное, час там я вот по этой, по одной, я говорю, у меня заканчивается... Зарядка в телефоне. Так, езжайте домой, зарядите. Сколько вам потребуется? Ну, примерно час. После общения с мошенниками у пенсионера остались 2000 рублей. Во время перевода купюра просто вылетела из терминала. И злоумышленники сказали оставить ее себе. Алексей Михайлович о фактах мошенничества слышал и от сотрудников полиции, и от журналистов. Говорит, знал, что так делать нельзя, но был напуган неизвестными. Почему поверили? Вы же говорите, что знаете о таких случаях. Вот, сам не могу понять, вот, сам не могу понять. Вот, как говорится, чувствовал, что какой-то подвох. Вот когда про кредит она, банк сказала, что вот тогда, ну не то, что испугал, а, ну, можно сказать, что испугался того, что на мой счет кредит могут взять. В случае, если вам якобы звонят сотрудники банка и говорят вам о том, что на ваше имя оформляется кредит в настоящее время или уже оформлен, нужно уточнить наименование банка, из которого звонят, после этого прервать звонок, повесить трубку и перезвонить в эту кредитную организацию по официальным телефонам банка. Вы их всегда можете найти на обратной стороне вашей банковской карты или на официальном сайте кредитной организации. При этом никогда не используйте автодозвон, номер всегда нужно набирать вручную, потому что если вы перезвоните путем автодозвона, то можете опять же попасть к мошенникам, которые вам звонили, которые хотят украсть ваши деньги. Пенсионер сетует, слышал, как люди в очереди шептались за спиной, но никто не подошел и не отговорил его. Прервала общение мужчины с мошенниками незнакомая женщина. Она и привела его к сотрудникам полиции. Правда, было уже слишком поздно. Все средства Алексей Михайлович к этому моменту уже успел перевести. С начала года от действий злоумышленников на территории города Саратова пострадали 260 жителей. Общий ущерб составил 17 миллионов рублей. Просим вас проявить бдительность. Не доверяйте звонкам от незнакомых вам людей, кем бы они ни представлялись. Даже если они представляются сотрудниками банков либо правоохранительных органов. Предостерегайте от подобных действий пожилых людей. Если вы увидели у банкомата пожилого человека, который пытается перевести денежные средства, поинтересуйтесь, с какой целью переводятся денежные средства. Также стоит запомнить, что резервных, либо так называемых безопасных счетов не существует. Эти словосочетания – очередная уловка из лексикона мошенников. Если вы все же стали жертвой злоумышленников, обратитесь в полицию или позвоните по телефону 02 с мобильного 102. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.